Ирина Геннадьевна Ирина Геннадьевна Ирина Геннадьевна Ирина Геннадьевна Ирина Геннадьевна Наверное, об этом тоже, о культуре, менталитета. Но если поговорить о технических средствах. Вот предположим, что я представитель некой компании, работающей на рынке безопасности. Вот я пришел к вам и хочу предложить свои услуги. Хочу заняться этим благородным делом охраны музейных ценностей. Что бы вы мне посоветовали? Какие есть особенности? Как мне подключиться к этому процессу? Вот предположим, я специалист по видеонаблюдению. В чем особенности? Скажите, пожалуйста, в чем особенности видеонаблюдения для музеев, для выставок? Есть ли какие-то особенности? Очень трудные вопросы задаете. На самом деле, мне очень приятно представить вас представителем компании, которая предлагает нам теряные услуги. И, конечно, я представляю, как я должна повести себя с вами в данном случае. Я бы начала с того, что я бы поговорила с вами об искусстве. Потому что, конечно, наше общество, оно, с одной стороны, подготовлено к тому, чтобы воспринимать искусство, посещать музеи. И этому есть немало примеров. Например, русский музей на сегодняшний день один раз в неделю, но уже открыт для посетителей вечером. Вы знаете, что русский музей расширяет экспозиционные площади, расширяет территории. И поэтому задача тоже расширяется. И на конкретный вопрос, какими техническими средствами нам обеспечить безопасность такого большого музея, как национальный музей, русский музей, я отвечу очень просто. Что задача – это комплексы должны решаться. Задача эта не решается только при помощи технических средств охраны. И, конечно, моим партнерам, техническим специалистам это не очень приятно слышать. Но когда мы начинаем определять комплекс мероприятий, говорить о том, что в первую очередь актуально для музейной коллекции, или для музейной экспозиции, или для территории. Потому что, если вчера мы защищали только коллекцию фонд или отдельные предметы, то сегодня мы защищаем территорию Летний сад, например, мы защищаем некие пространства и даже проводим выставки под открытым небом. Мы уже считаем фестиваль «Императорские сады», мы уже считаем ежегодной традиционной выставкой. И там тоже есть моменты, которые требуют специального подхода к безопасности, к вопросам безопасности. Я уже молчу о том, вернее, зря молчу, но я хотела бы сказать о том, что защите подлежат не только экспонаты. У нас в музее почти две тысячи сотрудников, и огромное количество людей посещает наши залы. И, конечно, вопрос защиты посетителей, персонала, он тоже актуален. Поэтому мне бы хотелось услышать от вас более конкретный вопрос о том, какое видеонаблюдение я хотела бы видеть в музее. Потому что это я бы хотела видеть, если говорить о видеонаблюдении, я бы хотела видеть в музее комплексной системы защиты, в которых видеонаблюдение является только одним из рычажков управления вот таким сложным механизмом, каким на сегодня является Институт музеев вообще во всем мире и в России. Понятно. И все-таки, я, знаете, все-таки по натуре и по образованию технарь, поэтому ничего не могу с собой поделать, продолжая задавать вопросы, вот все в том же направлении. То есть мне интересует, например, вот такой вопрос, который сейчас обсуждаем, муссируем в сообществе специалистов в области видеонаблюдения, это облачные технологии. Насколько они удобны для музеев? Как вы считаете, ваше отношение к хранению видеозаписи, допустим, с помощью облачных технологий, передачи их на удаленные серверы, ваше мнение, насколько это удобно, насколько это современно? Давайте мы подойдем к вашему вопросу с точки зрения музейщика и с точки зрения посетителя. На самом деле вопросы безопасности, только эти две точки зрения и важны. Точка зрения специалиста, который отвечает за сохранность и безопасность коллекции экспонатов отдельных, и точка зрения посетителя, который под непрерывным видеонаблюдением проводит свой досуг. Согласны, что, наверное, люди не всегда об этом задумываются, то, что мы сейчас сидим с вами на прекрасной площади в центре замечательного города, и, конечно, мы не задумываемся о том, что нас тоже просматривают, наверное, какие-то видеокамеры, не во всех местах, но, в общем, частично улицы наши, слава богу, оснащены такой техникой. Поэтому в музее я бы заострила внимание на том, что видеонаблюдение, охранное наблюдение, охранное телевидение, оно выполняет две функции. В первую очередь, и, конечно, это самое главное, это защита посетителей. И вот то видеонаблюдение, которое используется при входах в музей, в экспозиционных залах, в местах большого скопления наших гостей. Вот если мы говорим об этом видеонаблюдении, то почему бы нам не использовать облачные технологии, которые позволят огромный архив хранить достаточно долгое время. Потому что ведь этот архив нам не нужен каждую секунду и каждую минуту. Он нам нужен будет только тогда, когда что-то бы случится. Не дай бог. Не дай бог что-то случится. Но если ничего не случится, то мы будем перезаписывать. И в данном случае, конечно, использование современных технологий, в том числе хранения на облаке, вот эта огромная информация, видеопотоков фактически, я вполне допускаю. Другой вопрос, как его систематизировать и каким образом нам искать в архиве информацию, это вопрос, конечно, к программному обеспечению, к программистам и к тому, как будет организовано оргмероприятиями, вот эта процедура. Что касается использования видеонаблюдения для защиты коллекции, это отдельный вопрос, специфический. Я бы сказала, что он может решаться каждым музеем индивидуально, и у каждого музея может быть своя точка зрения на этот вопрос. Как мне видится, очень перспективное направление – это использование идентификационных признаков произведений для определения их подлинности, для количественного определения коллекции, например, в местах хранения, и для других специфических нужд музея. И в данном случае тогда я бы, наверное, воздержалась от того, чтобы эту информацию передавать через открытые каналы и хранить в малодоступном, но все-таки доступном месте. Ведь мы говорим, когда мы говорим о безопасности передачи информации, о безопасности, например, хранения какой-то конкретной служебной информации, касающейся коллекции, мы отдаем себе отчет, что все, что защищено и создано человеком, другим человеком, также может быть раскрыто и использовано в целях нескольких иных. Поэтому здесь вот моя точка зрения – это, конечно, развитие системы архивирования, архивации, использования мощных серверов и специальных закрытых музейных систем для обмена информации, для обработки информации и ее хранения. То есть, нехая специализация в этой области. Да, и здесь я бы рассматривала тот материал, который бы хранился на этих серверах, в этих базах данных, как дубликат коллекции. Ну, к примеру, если коллекция 1 миллион экспонатов, ну, я к примеру говорю, то миллион электронных копий где-то должен храниться, и храниться постоянно. Причем в эту информацию постоянно вносятся изменения, потому что коллекция изучается, информация расширяется, соответственно, расширяются поля, которые мы используем для заполнения. Это, конечно, огромная проблема. Серверы должны быть очень мощными, но насколько они должны быть мощными, и сколько времени эта информация должна там крутиться, и как она будет передаваться, в каком виде она будет открыта для одной категории специалистов, в каком виде она будет открыта, для всех категорий специалистов. А может быть, и это так и есть, и есть информация, которая возможна для пользования только одного-двух специалистов. То есть различные права доступа. Да, есть, ну, как минимум три уровня доступа существует вот в этом направлении. Видеонаблюдение, еще раз повторю, для защиты коллекции я рассматриваю как видеонаблюдение, как программу, которую мы используем при выявлении длитинфикационных признаков предмета. Понятно. То есть, иными словами, это своего рода оптическая метка. Если же вы сейчас будете... Я вижу по вашим глазам, что вы будете задавать вопросы о ветках. Ну, хорошо, считайте, что я задал. Переходим к этому вопросу. Ну, очень интересный вопрос и очень актуальная тема использования специальных меток, ну, разных. Для хранения экспонатов. Для защиты экспонатов. Для защиты экспонатов. И здесь мы тоже очень часто на разных наших встречах межмузейных разговаривали о том, какой должна быть метка. Видимой, невидимой. Все, конечно, говорят, да, невидимой. Но дело в том, что... Ну, возьмем какое-то произведение, созданное 100, 200, 300 лет назад. И вот все эти продолжительные годы хранители, приходя, оставили инвентарные номера тихонечко в уголочке, поносили эти инвентарные номера в специальную документацию музейную. Затем использовали ее для своей музейной деятельности, извините. Ничего. Еще сейчас, еще раз отвечу вам попозже. Хорошо, Наталья Анатольевна? Занята сейчас. Так, метка, и эта метка была видимой. Сегодня технологии даже позволяют нам сделать метку невидимой, распознаваемой только при помощи специальных приборов. Но это не значит, что эта невидимая метка в конечном итоге не повредит самому экспонату. Очень много оппонентов, которые говорят о том, что да, это безвредно, мы использовали различные исследования для того, чтобы доказать это. И эта доказательная база даже и принята. Но ведь мы живем, ну, я боюсь сказать, человек живет максимум 100 лет, но это к этому приближается. Что будет через 200, мы не знаем. Я очень боюсь, что в конечном итоге метка может затмить само произведение. Сегодня одни технологии, завтра другие, послезавтра третьи. В данном случае вот идентификационные признаки, которые позволяют оптическими способами создать некую базу, по которой мы определяем подлинность произведения, определяем его местонахождение и определяем иные параметры, по которым мы изучаем это произведение. Вот мне кажется, это более перспективное, более интересное в музейном деятельности направление. По меткам. Еще могу сказать, вещь очень важная для меня, ну, как для сотрудника Русского музея, что по моим наблюдениям, и это уже, в общем-то, мои коллеги-специалисты из других музеев тоже подтверждают, нет универсальной метки, которой вот мы сказали, да, мы будем использовать только специальные чернила, или мы будем использовать только оптику для того, чтобы коллекцию отмаркировать. Такой унифицированной системы защиты экспоната нет. И если говорить о защите экспоната, самая лучшая защита – это постоянный учет, правильное хранение, и сверка наличия ежедневная, ежемесячная и постоянная, как круговорот воды в природе. Понятно. Вот, поэтому существует определенный набор методов, которые могут позволить отмаркировать коллекцию, и этот набор методов очень тактично используется. На сегодняшний день вот в музейной индустрии, если можно назвать это индустрией. Вот вы упомянули о том, что вот есть вот это как бы простые такие традиционные методы, которые там инвентаризация, учет, проверка и так далее. То есть, а как вот вопрос стоит с таким простым предметом, как просто ключ, дверной ключ? То есть, я в любом, хочу сказать, в любом музее веренится анфилады простой комнаты, веренится дверей, и учитывать, какие двери нужно открыть, закрыть, сдать на хранение, поставить помещение на охрану. Это немыслимо даже. При том, что я знаю достаточно технических решений, когда вот есть электронные такие ключницы или хранилище ключей. Вот как вы относитесь к этому решению? Я поняла ваш вопрос. На самом деле, поскольку вы начали с меток, и мы эти метки, эту тему меток распространили на экспонаты, то, вот продолжая вопрос о том, о маркировании, которое можно применить в музее, я хочу сказать, что любые методы маркирования и самые интересные решения можно как раз на примере электронного ключа или вообще мастер-ключа в музее использовать и применять. Конечно, электронный ключ хорош, особенно в музее, который современный, который построен вот сейчас по современным технологиям. И здесь вопросы решения контроля доступа и управления контролем доступа очень интересные могут быть и удобные для персонала. Что касается музеев, таких как Русский музей, Эрмитаж и другие музеи, которые имеют многовековую традицию, а самое главное, к счастью, или несчастью, я не знаю, как правильнее сказать, расположены в музеях, в дворцах памятников, в зданиях памятников, то здесь, конечно, список тех средств электронной защиты и технической средств защиты по контролю доступа весьма ограничен. Но, тем не менее, фирма «Облой» имеет очень хорошее решение, которые позволяют нам использовать замки и ключи этой фирмы для музейных нужд. Кроме того, есть ключи, если они, конечно, не являются предметом коллекции, потому что есть исторический ключ, который может входить в состав коллекции, но если эти ключи исторические, но используемые, мы можем и внутрь этого ключа внести определенные технические средства защиты и отмаркировать его таким образом, что он станет электронным, хотя внешне он будет выглядеть совершенно как старый, старинный ключ. Я видела в одном из музеев Европы главного хранителя, который открывал все двери своими часами. Моими часами эти двери не открывались, но это было очень элегантно, это было современное решение, и тоже, в общем-то, в старом здании. Поэтому возможности многообразны. Хочу подчеркнуть только одно, что при всем многообразии технических средств защиты самыми главными являются и приоритетными, конечно, это организационные мероприятия, и все технические средства являются только вспомогательными средствами, ключом для того, чтобы помогать человеку защитить то, что находится в здании. Ну, коль скоро, Ирина Геннадьевна, коль скоро вы сказали об организационных методах, мне хочется задать вам вопрос еще о такой традиционной структуре, как охранно-пожарная сигнализация, такое направление. Вот в музеях, на ваш взгляд, как должно реализовываться решение подобной задачи, которая стоит обычно перед, интегрирует в единую систему охранно-пожарную, а то есть доступа в месте. Ваше мнение, как это должно реализовываться? Ну, если говорить о моем мнении и о моей точке зрения на этот вопрос, я бы, конечно, приоритетным выделила создание двух пультов наблюдения. Один центральный был ориентирован на пожарную сигнализацию, второй на охранно-тревожную. Но если говорить об идеальной структуре защиты музея и комплекса, а мы сейчас говорим, вот русский музей у нас с вами за спиной, это комплекс, и мы видим только один фасад, а фасадов у нас шесть, и территории еще. И, конечно, в данном, в нашем конкретном случае, при наличии финансовой возможности, я бы была склонна создать единый центральный пункт, пункт, я бы не стала называть его пультом, потому что это был бы центральный пункт наблюдения, куда сводилась вся информация по физической охране, по техническим средствам защиты, контроль доступа, видеонаблюдения. И, конечно же, это была бы информация по состоянию противопожарному, состоянию здания, потому что, конечно, это первично. Но на сегодняшний день русский музей имеет два пульта, и один пульт, который отвечает за пожарную сигнализацию, обслуживается НЧС. Они имеют специальные сертификаты, имеют специальное разрешение на передачу сигналов, тревогу на реагирование, и они профессионально выполняют свою деятельность. А второй пульт, это ведомственный музейный, русский музейный пульт, он обеспечивает работу и наблюдение за работой охраны тревожной сигнализации. Это тоже высокопровессиональные сотрудники, сотрудники службы безопасности русского музея, вместе сообща, выполняющие эту трудную задачу, с полицией. Это на сегодня. Но как будет в будущем? Ведь здесь тоже технические средства развиваются, не стоят на месте. И сейчас очень интересно есть решение по интеграции разных систем в единый комплекс. Почему я всегда, наверное, всем уже надоело, и моим коллегам, и, наверное, зрителям, кто сейчас будет нашу беседу смотреть с комплексной защитой музеев. Но это действительно так. Комплексная защита является самой перспективной и самой разумной защитой музея и музейной коллекции. Понятно. Ну, что могу сказать. Действительно, вы во многом удовлетворили мое любопытство, мои интересы, думаю, интересы наших зрителей. И мне хочется по большому счету просто поблагодарить вас за то, что вы нашли время, и пожелать вам удачи в вашем благородном деле, защиты музейных ценностей. Спасибо большое. Спасибо вам, потому что мне очень приятно видеть среди моих коллег, среди партнеров, и особенно среди людей, которые обеспечивают такую важную информацию, моих коллег и партнеров, людей, которые обращают внимание вообще на безопасность и так элегантно умеют расспросить о наших тайнах. Спасибо. Спасибо всем. Спасибо.